Всем привет! Наконец-то я заканчиваю видео про роды в Италии, про беременность, как у меня это прошло. Сейчас вам быстро расскажу. Значит, поехали! Что интересного мне вам рассказать? Прожила я в клинике Медитерания в Неаполе. Очень, в принципе, мне понравилось. Доктора все классные, акушерки классные мне попались. Те, которые не очень профессиональные, ну как опытные, они делают работу не на родах. Они там где-то помогают тебе поставить какой-нибудь анализы взять, поставить тебе монитор. КТГ. Вот. А опытные именно в родах уже участвуют. Это классно. Мне очень попалась акушерка классная. Просто по родам, лично по моим родам все прошло замечательно. Мне, правда, чуть-чуть простимулировали именно открытие шейки матки. И в самом-самом конце уже просто добавили чуть-чуть окситоцина, и у меня сразу начало тушиться. Переворот малыша мне безумно понравился. То есть, ну, как бы безумно... Я бы предпочла, конечно, не поворачивать. Это было очень мягко, нежно для малыша и для меня. Доктор Мендито, если что кому-то будет интересно, он там самый главный. Он только этим и занимается, поэтому вас направят только к нему. Я в том плане, что мне очень понравилось, что я счастлива, что он перевернулся, и я родила без кесарево сечения натуральным способом. Ребята, всем привет! Новый влог. Продолжаю влоги про беременность. Сегодня у меня 39-я неделя, и малыш не перевернулся. Сидит попкой вниз. У нас сегодня такая процедура, акушерский переворот назначена. У меня, скорее всего, поменяется клиника для родов, но только потому, что этот акушерский переворот делают в клинике. И чтобы за него не платить 500 евро, нужно там рожать. Соответственно, мы подумали, что, наверное, малыш выбрал эту клинику, и мы туда едем. Поедем, посмотрим, как это все пройдет. Вот такая тут клиника. Это частная клиника. И тут есть даже бар. Наверное, все мои мечты сбываются, потому что я хотела после родов вот такой большой брюш съесть. Ну, вы понимаете, да? Без еды ничего у нас. Кстати, клиника называется Медитеране и находится прямо на берегу моря. А вот тут как раз заснят переворот акушерский, который я делала именно с этим врачом Медита. Это заведующее отделение, я так думаю, Примарио. Не знаю, как это называется. У меня все получилось. Очень-очень мягко он делал переворот. Малыш сначала в одну сторону не пошел, а в другую сторону сам и развернулся. Мягко-мягко его только направляют малыша, поэтому я вам под контролем УЗИ, поэтому я вам советую. Клиники, что мне очень понравилось, как кормили, оборудована она шикарно. Когда ты после родов сидишь, не можешь подняться и не встать, ничего, то все на пультике поднимается, опускается, когда тебе надо. Еда рядом, столик поворачивается, все приносит, все по кнопочке медсестра прибегает. У меня, кстати, на родах акушерка была вообще вот всегда. Она не выходила ни на минуту, то есть она была просто в моем распоряжении. Мне даже было, так как это долгий процесс, мне даже было как-то неудобно, что она там стоит и просто ждет. Потому что я все, в принципе, делала сама, именно эти, именно схватки. Вот, клиника мне очень понравилась, так что всем советую, кому интересно. Привет! Не знаю, что началось, но что-то началось. У меня вышла пробка и воды отходят стремительно. При этом нет схваток. Мы едем, скорее всего, уже на встречу с нашим малышом. Увидимся скоро! Кстати, в прошлый раз не закончила. Малыша перевернули, все хорошо. Доктор перевернул, помог ему. Тут с удовольствием перевернулся. Посмотрим, что сейчас скажут в госпитале. Все хорошо, посадили меня снимать к этой гей. Сейчас посмотрим. Сделают визит у доктора и посмотрим. Может, и домой отправят, ждать схватки, если все хорошо. Не знаю, посмотрим. Другому надеяться, оно лучше. И так мы все еще делаем КТГ. Все хорошо. Сердечко 140. Бьется отлично. Вода у меня подтекает. И мне кажется, что-то начинается. Как схватки небольшие такие тянет внизу. Но ничего такого пока нет. Надеюсь, сейчас посмотрят УЗИ и поедем домой спать. В Европе еще до сих пор, в Италии, делают тест на COVID. Мне вот сделали. Не отрицательный. Все хорошо. В итоге с отошедшими водами меня положили в палату. То есть оставили в больнице. Нельзя уже меня было отпустить домой. Меня, значит, всю ночь мне снимали КТГ. Вот эта палата, она такая. Здесь все под... Вот эта КТГ снимается. Палата, кровать очень удобная. Она поднимается, спинка, ноги, что угодно. Все на пультике. После родов это было очень классно. Не надо было вставать. А это мне уже обед принесли. Я его тут, конечно, уже ела кое-как. Не помню, что тут было. Но еда мне очень понравилась в клинике. Так как меня оставили в клинике, пришлось дать схватки в клинике. В обычной палате. Соответственно, конечно, условия так себе. То есть не создашь, не выключишь свет. Там, знаешь, любимому нельзя быть рядом. А это уже родовая палата на 6 сантиметрах. Меня перевели сюда. Здесь бассейн. Можно рожать в воде. Огромная-огромная высокая кровать. То есть ее можно поднять, опустить. И она превращается в кресло. Вот так я переживала схватки. А вот и мой малыш. Вот мы уже родили. Я рожала и в бассейне, и на кровати. Мне добавили чуть-чуть окситоцина. Капельку-капельку. Прямо уже в самом конце и перед потугами. Я с вами что-то такой молодец. Всем привет, ребята. Уже третий день, как мы восстанавливаемся. Отдыхаем. Все в порядке. Палата у нас супер. Еду я вам покажу. Кровати поднимаются, отпускаются. Все на пульте. Вот она еще раз еда открытая. Тут вроде как курица, картошка. Это ужин. Фрукты. И даже первое. Первое это в Италии паста. Все очень свежее и вкусное. Вот такие цветочки. Здесь бантики лепятся. На дверь вешаются. Вот наша палата. Много снимать не могу. Всем привет. И вот я уже еще хотела вам показать. Начала наматывать Бен Кунг. Посмотрим, какой будет результат. Пока что у меня еще есть животик. Небольшой. И он поддерживает поясницу. И мягко подтягивает все органы. Возвращает на место. Но индивидуально. А не так, как бы бандаж какой-то или еще. Девочки хвалят. Поэтому я делаю пару дней. Сегодня 11 день. С роддома. Посмотрим. Я пользовалась всю беременность. Вот этим маслом. Вымазала два баллончика. Они небольшие, маленькие. 100 миллилитров всего. Мне хватило абсолютно на все. На все места. Я мазала бедра, живот, грудь. Так что я вам советую, советую, советую. Мне осталось чуть-чуть. И как раз сейчас я мажу грудь. Очень классно. Классно пахнет. И действительно растяжек у меня нет. Буду заканчивать это видео про роды в Италии. Это было очень классно. Всем обязательно советую. Кому понравилось, ставьте лайки. Скоро вас ждет много-много-много новых интересных видео. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь. Чао-чао. Пока-пока.